В минувшее воскресенье в Лобинском районе, как и по всей стране, прошло предварительное голосование. Праймерис – это конкурентная, открытая и легитимная процедура отбора кандидатов для последующего их выдвижения на выборные должности. А «Единая Россия» – единственная партия, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов. Я с разных сторон знаю систему работы предварительного голосования, потому что неоднократно сам был участником, как и в Совет депутата Лобинского городского поселения, так и участвовал кандидатом в праймерис выборов в Государственную Думу 2016 года. Это все дает безумный опыт, и это действительно то горнило, которое отсеивает популистов, которые желающих просто получить статус какой-то, но не имеют понимания о проблемах микрорайона, не имеют контакта с людьми. А это тот инструмент, единственный среди всех политических партий, это «Единая Россия», на таком уровне это разве так, где выбираете всех желающих попасть в органы власти, наиболее сильных, крепких кандидатов, у которых уже есть определенная предварительная поддержка населения. Очень важно, я уверен, мы сформируем очень сильную, мощную команду кандидатов по различным уровням власти, и дальше, если люди доверят, будем надеять и доказывать о том, что партия «Единая Россия» представит ее, настоящие, порядочные, сильные люди, которые занимались, занимаются и будут заниматься решением проблем местного управления, безусловно, в рамках своих полномочий. В течение дня до 20 часов лобинцы голосовали за кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должности пяти глав Ахметовского, Вознесенского, Каладжинского, Сладковского, Упорненского сельских поселений и 180 кандидатов депутатов советов городского и сельских поселений. Всего в районе работало 19 счетных участков. «Включается активное участие граждан в праймерис. Праймерис, по сути, это хорошая такая вещь, где люди предварительно голосуют за тех людей, которые будут участвовать в выборах депутата. Хотелось бы, конечно, и так и будет, что выберут тех людей, которые будут активно участвовать, активно работать». В праймерис – хорошая разминка перед выборами, которые пройдут в сентябре. Иван Артеменко отметил молодежь, которая активно участвует в выборах. Это говорит о доверии к партии. «На выборах в сентябре, которые будут проходить, итоги предварительного голосования позволят отобрать наиболее активных кандидатов, которые смогут в дальнейшем, когда они изберутся в советы, отстаивать интересы своих избирателей. Поэтому я думаю, что партия «Единая Россия» правильно делает, что проводит такое предварительное голосование. Молодежь – это свежая кровь, это свежие мысли, энтузиазм. Если сочетать опыт предшественников и энергию молодежи, то получится великолепно». Единый день предварительного голосования Краснодарское региональное отделение молодой гвардии организовало в Лобинске молодежный ситуационный центр. «Задача этого центра заключается в том, что мы наблюдаем за ходом голосования, мы анализируем статистические данные и, безусловно, рассматриваем обращения по жалобам и нарушениям, которые могут произойти, целью их дальнейшего рассмотрения и, соответственно, устранения данных нарушений». «Отрадно, что большое количество молодежи участвует в предварительном голосовании. У нас, как у организации «Единой России», стояла определенная планка – это 10 тысяч молодых кандидатов, молодых участников в предварительном голосовании заявить. Сегодня мы вышли на цифру 14,5 тысяч молодежи, принимающих участие в предварительном голосовании. Это, конечно же, отрадно. Отрадно видеть, что молодежь неравнодушна, молодежь активно принимает участие в жизни города, региона. И надеемся, что все эти идеи, все эти инициативы молодежи, которые предлагаются, они будут реализовываться во благо районов, во благо регионов, во благо, конечно же, России». В рамках работы площадки проводились различные интерактивные мероприятия для молодежи – мастер-классы, показы и видеотрансляции обучающих тренингов из проекта «Политстартап», игры общественно-политической направленности, скайп-консультации с молодыми участниками предварительного голосования. Жители сельских поселений Лобинского района также приняли активное участие в предварительном голосовании. «Жители наши активно участвуют. Сами видите, что народ идет, народ неравнодушный у нас. Поэтому все хотят, чтобы жизнь в станице улучшилась, чтобы избрались достойные люди, которые будут определять, так сказать, судьбу нашей станицы». «У нас и так хорошо становится с годами, но хочется, чтобы наши местные какие-то вопросы решали». Для победителей внутрипартийного голосования это лишь старт в будущей предвыборной гонке. Впереди большая работа, результат которой оценят жители района уже этой осенью – единый день голосования. «8 сентября в Лобинском районе пройдет 18 избирательных кампаний во всех поселениях района. Предстоит выбрать 5 глав сельских поселений и 180 депутатов Совета городского и сельских поселений». Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба».